В нашем Хабаровске работает муниципальная программа формирования современной городской среды. Она разработана по федеральной программе. И вот в её рамках благоустраиваются не только дворовые, но и общественные территории. Это и парки, и скверы, о чём мы уже говорили. Так вот, что было сделано в Хабаровске за время действия этой программы, и что планируется сделать, смотрите в следующем сюжете. Благодаря программе формирования современной городской среды в Хабаровске преображаются не только дворы и многоквартирных домов. Большое внимание уделяется и общественным территориям, городским паркам и скверам. В 2017 году началась работа над масштабными изменениями парка «Динамо». Его территорию поделили на несколько зон. Сначала благоустроили так называемую речную долину. Она появилась на месте одного из оврагов ближе к первому городскому пруду. Затем, в прошлом году, в парке построили площадки для воркаутеров и скейтбордистов. 2020 год существенно изменит территорию сквера рядом с музыкальным театром. Там восстановят старые и проведут новые пешеходные дорожки, обустроят зоны отдыха. Сейчас специалисты работают над этим проектом, а также над эскизом к будущему скверу имени Орджоникидзе в Кировском районе. Кроме того, в городе в этом году запланировали привести в порядок 7 зеленых территорий поменьше. Уже завершились работы в Барабашевском сквере на Запарина, а также в сквере Краевого управления МВД России на Уссурийском бульваре. В этом году планируют также сдать скверы на пересечении улиц Карла Маркса и Краснодарской в районе улицы Тихоокеанская у памятника Бронекатер-302, зеленую территорию перед управлением завода имени Горького и другие скверы. Всего на благоустройство общественных территорий Хабаровска в 2019 году выделено больше 90 миллионов рублей. Продолжение следует...